причем мы посмотрим на статистику то это никогда быстро не заканчивается да и что думаешь почему все это началось ну очевидно по моему по моему очевидно но посмотреть уже путин хочет советский союз вернуть не хочет умирать не хочет умирать поэтому нападают на украину хочется нагадить как можно больше смерти я я так не думаю интеллигентные люди выражают это более изящными афоризмами говорят путин хотел сбросить бетонную плиту это очень популярное заблуждение на самом деле что путин хотел только путин и если путина не будет все закончится я так не думаю и жива в россии и путина не будет все закончится на какое-то время что русские захотят отвоевать все назад когда это все начиналось я начал искать причину почему же это все случилось там задавать вопросы в интернете книжки в историю начал углубляться я понял что рано или поздно это могло было бы начаться и если даже не путин это было даже бы раньше вы началось потому что с 90 года люди говорят что будет война будет война будет война вот и дошли до этого не жириновский говорил что будет поймать украиной немцов по моему тоже говорю намного кто говорил разные вот эти вот люди которые были у власти в то партиях политики со стороны украины тоже говорили что если вдруг украина пойдет на сторону запада то война с россией это неизбежно поэтому это должно было бы быть и путин если даже сейчас уйдет или вообще не уйдет все будет продолжаться потому что больше большое количество людей которые у нас во власти находится они все поддерживают то что происходит нет но это безусловно все кто во власти у всех а кто придет тогда если путин уйдет но смотри либерал какой-нибудь рация нет либералы у вас еще я тебе так скажу у вас такие либералы что а что а что не нравится в либералах вот если такие либералы например как фигин или невзоров ну так они не пойдут в политику она им не надо понимаешь а если такие как кац или кто вас там ну вот этот которого выпустили из тюрьмы обменяли яшин точно то ну это вообще ничего не изменится только хуже будет но просто если честно вот я как и девушка на них смотрю ну для меня это люди слабаки которые не могут признать ну реальные проблемы которые существуют и которые начинают но просто юлить понимаешь это блогеры популисты которые за счет того что они выпускают ролики зарабатывают деньги у них якобы заявили говоря о том что они политики на самом деле это не политики политик это человек который занимается государственными делами это не политики ты на камеру сидишь я могу тоже сказать что я я политик ты мне поверишь конечно нет я тоже мы же с тобой тоже на политические темы обсуждаем правильно поэтому вряд ли какие-то либералы придут к власти когда-нибудь вряд ли я вообще нет алый нет если кто и придет либо это иностранное государство либо россия просто развалится и вот тогда придут к власти но совсем другие люди и придут по регионам они а ты поддерживаешь как сказать как украинка да понятно я не поддерживал потому что война начнется между между россией ну гражданская начнется нет я понимаю что там у вас будет плохо но ты же понимаешь что сейчас россия это как гнойник который ну как для кого это исходя для кого другие страны и вот например для средней азии россия это источник заработка около 40 процентов ввп узбекистана таджикистана кыргызстана это заработки из россии отправляют народе работают в россии отправляют на родину я понимаю но я уверена что если бы не было россии они бы ездили в другие страны зарабатывать где визовый режим да хотя бы в германию германии всем подряд не дает визу германии есть арабы и африканцы вряд ли они средний азиатов будут впускать массу и китай китай а китай своих людей хватает у них там у себя там полтора миллиарда есть у кого обустраивать ну нет слушай ну для украины россии ну какой украины просто вы после 14 начали конкретно идти на сближение западом это для вас плохо закончилось хорошо вот представь что у тебя есть два друга один бухает и периодически дерется с тобой а другой читает книжки и смотрит фильмы читает книжки фильмы смотрят сравнивать странные между друзьями такой потому что россия тоже за девяностый первый год очень сильно укрепилась ты знаешь да и в военном плане и в политическом плане в экономическом плане что она укрепилась во первых это все было по столицам если чуть-чуть отъехать от москвы и от питера вот чуть-чуть подальше что ты увидишь что нет 90-х было так 90-х было так действительно избы в 90-х до москва питера очень красивые были но когда ты в другие страны другие города пойдешь там достаточно тяжело было до 90-х так было но сейчас нет сейчас например у нас очень качественный трасс если ты знаешь у нас трассы есть те которые вы между городами там груз грузы привозят сюда вот такие трассы есть из ростова дом владивостока можно ехать на машине и плечом каждый день ремонтирует но у вас факт ложек в этих трассах внутри городах где вот например я в самаре проживаю центре у меня города с дорогами все прекрасно это есть какие-то трассы отдельные конкретные но я говорю тебе в целом я слежу за новостями я подписана на несколько русских каналах в том числе я вижу в каком состоянии города как там снимают видео не просто про то что нет дорог а про то что вместо дорог вообще просто глубокая яма у людей в той же твери например которая недалеко от питера то есть банально если это не питер и не москва все а ты ты думаешь что по новостям можно понимать как в каком состоянии находится страна и как можно эту страну понимать где такое впечатление о стране целый по исходя по новостям это ложно проверять не хочу я сама не поеду сейчас в россии ну не понятно не будешь теперь ехать и все остальное ты думаешь ям нет то же самое германии где-то то я была сама в твери значит было лет восемь назад было ну лет восемь и сейчас твери то совсем разные города на самом деле вот за пять лет у нас самара вот где проживаю очень сильно поменялось все новое строится я не говорю что все прям но строится но много чего делать для города тут такое дело что когда развалился союз у многих стран был нужно было выйти из этой ситуации кризисной когда либералы были власти ельцин тот же самый немцов и все остальные когда были власти посмотри какая ситуация была в россии дефолт экономический чеченская война почти страна разваливалась потому что после чечни уже татарстан в очереди стоял на независимость кучу наркотики мне даже говорят что я там не был 99000 родился стояли шприцы героином шприцы лежали в подъездах говорили этого всего сейчас вообще нет украине тоже наверно такая ситуация была в 90 до но сейчас немножко тоже украина изменилась но не так сильно как россии и то есть ты утверждаешь что в украине хорошо живут чем россии давай сейчас будем сравнивать если если ты не против регион давай краснодар давай аргументированно спорить на видео где извини русские солдаты через белоруссию передают награбленные унитазы я я не верю в это это специальная пропаганда специально что я не верю что могли унитазы забирается чем-то я не знаю зачем но я не верю у нас унитазы практически везде и даже в этих сельских местностях тоже есть я понимаю что где-то они есть но видимо в армии ваш я не знаю разные люди есть разные люди есть и со стороны украины то я тоже могу сейчас утверждать смотри я видел ситуацию когда украинские военные у мертвых солдат или солдат которые были в плену забирали у них телефоны звонили близким родным говорили ваш вот ваш сын там кормить червей у нас земле и начинали смеяться ай ай а мама в истерике там плакала и кричала разве так можно делать что ты хала из ирпеня ирпень находится под киевом а рядом вот не надо мне человеку который под бучей который реально народ застрелили убили просто прохожих просто вот лежите велосипедист от нихер делать вообще он просто мимо проезжал понимаешь надо люди ходят из нашего плена они больше я это не раз слышал ты больше про пропаганды говоришь нежели действительно что-то видела или нет нежели у тебя больше слова пропаганды нежели к это я смотри такая такая ситуация что я смотрю и украинскую пропаганду и российскую и пытаюсь эти два пропаганды и либералов смотрю если там ты заметила я знаю кто такой кац там навальный команда навального и всех остальных да то есть я здесь на ними слежу я смотрю что они говорят о чем они говорят так же как я слежу за нашими государственными сми все остальное и для меня катабик обыкновенно какая-то картина есть что происходит в мире между нашими странами тоже а ты в основном сейчас полностью методичку пропаганды вашего украинского говоришь понимаешь что у нас откормлены приходят а у вас не решет такое она осталась которого я лично знала которая рассказывала что как обстреливали мирных у нас у нас к украинскому народу никакого ненависти нет в россии у нас у нас станция киевская есть я недавно был в моем городе в парке победы где стоят города города герои все остальное в киеве это все есть поэтому отстреливали мирных жителей это полный бред интересная женщина но сразу же переключилась увы к сожалению